Вирус не дремлет Космжо Мартокаев поручил ряд мер по борьбе с коронавирусной инфекцией Трудоустройство и развитие В Толгарском районе в рамках программы «Дорожная карта занятости» реализуется сразу 46 проектов Все меньше и меньше Нынешнее лето в Алматинской области выдалось засушливым и река Каратал обмелела Своевременное принятие режима чрезвычайного положения позволило выиграть время и оттянуть пик эпидемии коронавирусной инфекции Однако сразу после его снятия были ослаблены все карантинные меры, что привело к быстрому распространению коронавируса В связи с этим Космжо Мартокаев поручил кардинально пересмотреть подходы в информационной работе Наладить регулярные брифинги ответственных лиц и обеспечить население прямой и качественной информацией по алгоритму действий в случае заболевания Об этом заявил президент в режиме видеоконференц-связи с членами правительства, руководителями ряда государственных органов, акимами городов и областей С 11 мая, то есть с момента снятия ограничений, количество заразившихся коронавирусом увеличилось в 7 раз Заболевших в стране уже больше 21 тысячи Во многом это связано с недостатками в работе ряда государственных органов Система госуправления не подготовилась к эффективному функционированию вне режима чрезвычайного положения Задачи по противодействию коронавирусной инфекции, поставленные мною, не выполнены или выполнены далеко не полностью Я ранее говорил, что мы по сути находимся на войне, где действуют совсем другие правила Это не фестивали и форумы проводить Требуется совершенно иной стиль управления По-настоящему антикризисный Пандемия выявила все недоработки в цифровизации страны, в том числе в здравоохранении Где собирается большой объем данных, а мониторинг ситуации по-прежнему проводится в ручном режиме В связи с этим я объявляю замечания руководителю соответствующего ведомства Аскару Жумуалию Выпрямлять ситуацию следует в кратчайшие сроки Владея обстановкой в полной мере, президент поручил повысить эффективность лабораторных исследований Решить вопросы с бесперебойными поставками реагентов и расходных материалов Увеличить количество и мощности ПЦР лаборатории Также глава государства отметил важность обеспечения необходимым лечением и лекарствами граждан Для этого правительству и Акимам регионов поручено мобилизовать все финансовые и инфраструктурные ресурсы Поручаю до конца июля на 50% увеличить количество инфекционных коек, имея в виду наступление второй волны пандемии Для этого регионам нужно использовать все резервы, в том числе частные и ведомственные медицины Поручаю правительству в течение пяти дней решить вопрос обеспечения лекарственными препаратами Пересмотреть бюджеты и отказаться от всех ненужных трат Конференции, круглых столов, торжественных мероприятий, консалтинговых и пиар-услуг Эти деньги должны направляться на реальную борьбу с эпидемией Задача поставлена четкая и своевременная Планомерно и полноценно должен выполняться комплексный план по восстановлению экономического роста Эти вопросы должны быть на особом контроле у каждого Акима Космжо Мартукаев призвал правительство, наряду с принятием экстренных мер, начать подготовку к длительной пандемии коронавируса В этой связи поручено разработать национальный план по защите жизни и здоровья казахстанцев на среднесрочную перспективу Да, это опасное заболевание, для лечения которого еще нет вакцины, но при этом не стоит поддаваться панике, тем более допускать противоправные действия, оскорблять врачей, нарушать санитарный режим Больные не должны впадать в тревогу и пессимизм, наряду с лечением хорошее физическое и духовное состояние человека способствует его быстрому исцелению Прошу придерживаться рекомендаций и требований Министерства здравоохранения и санитарных врачей Все наши усилия направлены на сохранение главного богатства нашей страны, жизни и здоровья граждан Республики Казахстан Коронавирус еще не сбавляет обороты, для победы над опасным недугом нужна высокая социальная ответственность каждого жителя, напоминают эксперты Елеман Райбеков, предсодействитель радиокомплекса президента Республики Казахстан Не составило исключения в пандемии и наш регион На сегодняшний день в Алматинской области на излечении находилось 701 симптомных больных 631 выздоровели и были выписаны из больниц 1193 человека бессимптомные, больные на самоизоляции Сейчас в инфекционных отделениях находится 279 пациентов Что составляет 62% от 453 имеющихся койко-мест для больных COVID-19 Предупрежден, значит вооружен Только за сутки в Алматинской области выявлено 20 новых случаев заболеваемости коронавирусом Прирост составил почти 5% В связи с увеличением числа заболевших опасной инфекцией И возникающим вопросом по профилактике и лечению тяжелого недуга Врачи дают профессиональные рекомендации в нашей специальной рубрике В настоящее время, согласно рекомендации Министерства здравоохранения В некоторых случаях мы лечим пациентов на дому, давая им необходимые рекомендации В случае бессимптомного течения заболевания следует оставаться на самоизоляции в течение 14 дней При появлении первых симптомов, кашля, слабости, принимать парацетамол совместно с жаропонижающими препаратами С более тяжелым течением болезни, одышка, лихорадка, повышение температур до 38-39 градусов следует вызвать скорую помощь Сегодня в регионе запущены горячие линии управления здравоохранения Алматинской области Теперь жители смогут задать все интересующие вопросы, касающиеся пандемии коронавирусной инфекции Признаки первой симптомы и многое другое Обратиться за консультацией можно круглосуточно По телефону 8 800 808 828 и 8 728 241 1212 Продолжаем выпуск Вирус не щадит никого, от простых граждан до именитых людей и даже спортсменов Серебряный призер Олимпийских игр Нурбаха Тенисбаев заразился коронавирусом В данный момент он находится в областной больнице Талкургана Да, анализ показал положительный результат У меня диагностировали пневмонию Вот уже неделю лежу в больнице, лечусь Сообщил руководитель управления физической культуры и спорта Алматинской области 977 объектов Алматинской области вошли в проект дорожной карты занятости Реализация программы вошла в круг обсуждаемых тем регионального аппаратного совещания По дорожной карте занятости создано более 11 300 рабочих мест Трудоустроено свыше 5 600 безработных Низкий уровень трудоустройства остается в Искельдинском, Каратальском, Ембекши-Казахском, Памфиловском районах А также в Талкургане и Текили Первый заместитель главы Алматинской области поручил активизировать работу по трудоустройству Подрядными организациями безработных, стоящих на учете в центре занятости Еще одна немаловажная обсуждаемая тема Подготовка к предстоящему отопительному сезону Для этих целей из бюджета выделено 9,5 миллиардов тенге Из которых 9 на закуп угля, мазута и дизельного топлива Лаза Турлаша в ходе совещания обязал взять на особый контроль Вопросы закупа угля частными лицами и продолжающуюся газификацию региона Трудоустройство безработных и ремонт инфраструктуры Эти две задачи в приоритете государственной программы «Дорожная карта занятости» В одном только Талгарском районе в рамках программы реализуется сразу 46 проектов Для города Талгар с особенностями рельефа, наличием рек и естественных уклонов Орыки являются неотъемлемой частью города Именно поэтому по программе «Дорожная карта занятости» в этом году ведется строительство более 20 километров Орычной сети в райцентре По улице Павлова протягивается Орычная сеть Орычная сеть более по Талгару 20 километров Согласно договору выделена сумма 650 миллионов Тенге составляет У нас растет население и машины тоже очень много стало Расширяем дорогу Для удобства населения делаем тротворы с двух сторон Местной школе-интернату около 60 лет В этом году здание проходит капремонт в рамках программы «Дорожная карта занятости» Средств выделено более 450 миллионов тенге Одно благое дело подкреплено и вторым Рабочими местами на объекте обеспечены местные жители Карта занятости у нас 60 человек работает сейчас Общие 120 человек работает Деньги выплавочные, но вовремя Мы начали начало 15 мая, у нас срок 25 августа Инфраструктурные проекты в Толгарском районе В рамках президентского пакета мер Сейчас реализуются по четырем направлениям Сюда работники нанимаются через центр занятости населения Приоритетной категорией является безработная молодежь С подорожной карты занятости у нас 46 проектов по району Все проекты начаты, работают Будет создано 1600 рабочих мест Из них 801 рабочее место через центр занятости будет трудоустраиваться В данное время уже работают 465 человек на данных проектах В целом наибольшее количество проектов в рамках дорожной карты занятости Реализуется в Алматинской области Как следствие создано больше всего рабочих мест 120 тысяч человек будут трудоустроены в ближайший период Гульнас Мустафан, Нуржан Муканов, телеканал ЖТСУ, Талгарский район Каратал обмелел Сегодня главную артерию Талгурганского региона можно перейти вброд Едва намочив ноги Жители и аграрии Алматинской области бьют тревогу С чем это связано, разбирался наш корреспондент Евгения Присяжная Нынешнее лето в Алматинской области выдалось засушливым Редкими осадки были и весной Всему виной ранний приход тепла, в том числе и в горах, где уже вовсю вместо снега зеленеет трава Основной поставщик влаги, ледник, тает начнет в конце июля Причина обмеления Каратала, это у нас сейчас проблема не только в Каратале, это по всей области Проблема не ежегодная, она повторяется раз в несколько лет Бывает, в последний раз такая засуха была в 2014 году Сейчас мы объездили несколько регионов области Во всех реках приточность в разы меньше То есть это, если было в Каратале, допустим, в это же время В прошлом году было 60 кубов, сейчас приток 15-18 кубов в секунду Алматинская область – аграрный регион В этом году посевные площади составляют около миллиона гектаров Земледельцы выращивают сахарную свеклу, сою, кукурузу и другие культуры Но засуха создает угрозу осеннему урожаю Чтобы наладить полив в сельских округах устанавливается график Воды категорически не хватает Но наши предприятия водного хозяйства кое-как подают воду Не всем достается, но организовываем дежурство В каждом районе есть свои ответственные люди Допустим, в районах, допустим, Алакульском, Аксусском, Искельдинском, Каратальском, Талакургане, Коксусском районе – это РГП Казводхоз В остальных районах области работают коммунальные предприятия водного хозяйства Ну, так называемые ирригации Допустим, Саркан, не Саркант, ирригация Ночной полив организовывают Потому что, да, есть факты, что горит урожай у некоторых крестьян Но это явление природное Ранее на высоте 2-3 тысяч метров над уровнем моря В это время было по колено снега Температурный фон середины лета тоже не внушает оптимизма Синоптики прогнозируют – июль будет жарким По предварительному прогнозу Среднемноголетний температурный фон будет в пределах нормы Это 22-27 градусов Осадки в течение месяца ожидаются меньше нормы Солнечных дней будет очень много Даже если будут какие-то дни с осадками Но на улице будет тепло В праздничные выходные дни 6 по 9 июля будет теплая погода Температура воздуха прогреется 33-38 градусов В отдельных районах до 39 Для подачи и прохода воды из областного бюджета Выделено около полутора миллиардов тенге На капитальный ремонт 9 гидротехнических сооружений На четырех из них запланирован капитальный ремонт По государственной программе «Дорожная карта занятости» Это объекты расположены в Каратальском, Коксусском, Панфиловском районах А также растительные сети Талдыкурганского региона Долой преграды о создании безбарьерной среды для инвалидов в нашем обществе разговор ведется давно Однако с повестки дня вопрос все еще не снят Наш корреспондент Дамиранетов лично проверил Насколько в Талдыкургане для инвалидов по зрению создана безбарьерная среда Бауржан Умиралинов инвалид первой группы по зрению Его диагноз – отслоение сетчатки Это последствия аварии, произошедшей пять лет назад Сегодня он учится жить с недугом и потихоньку осваивается Однако проблемы все же существуют, считает Бауржан На сегодняшний день я научился пользоваться палкой для незрячих Пользуюсь активно уже больше чем два года И обнаружил для себя в городе Талдыкурган такие проблемы, что наш город фактически недоступен для инвалидов по зрению В многих зданиях у нас нет желтых дорожек, которые должны служить ориентиром для незрячего человека И хотелось бы, чтобы город нашего местного управления обратил на это внимание Тактильные дорожки – наверное, самая необходимая вещь для инвалида по зрению Увы, в областном центре они установлены лишь по Арбату И те, по словам Бауржана, не очень пригодны для незрячего человека Палка застревает у меня и неправильно установлена В дальнейшем хотелось бы, чтобы при установке таких дорожек Чтобы с нами, незрячими людьми, которые будут эксплуатировать эти дорожки, с ними согласовали Отдельное внимание к звуковым светофорам Без них перейти проезжую часть трудно и даже опасно Ощущение, что машина в любой момент может наехать, не покидает на протяжении всего перехода Всего по Талдыкургану установлено около 30 таких светофоров на 12 пересечениях улиц Проблема такая есть, мы ее признаем Соответственно, мы со своей стороны просим общества инвалидов, которые занимаются такими проблемами Обратиться к нам с официальными заявлениями для рассмотрения В будущем, конечно, мы эти вопросы будем рассматривать и воплощать в реальность Все упущения будут устранены Однако понадобится время Эта проблема годами беспокоит инвалидов И решить ее по щелчку пальцев нельзя Однако мы сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее создать безбарьерную среду для инвалидов Заверили в Акимате областного центра Дамир Анитов, Наржан Муканов, Телеканал ЖЦУ К другим темам Более 30 сотрудников средств массовых информации Алматинской области В честь профессионального праздника Удостоились благодарственных писем и символичных подарков от партии Нур-Отан Это корреспонденты региональных и республиканских СМИ Первый заместитель председателя Алматинского областного филиала партии большинства Жамбала Джоргимбаев пожелал журналистам творческих успехов, доверия читателей и телезрителей Он отметил, что своим трудом мастера пера и микрофона Обеспечивают единое информационное пространство Формируют позитивное общественное мнение Принимая участие в освещении деятельности партии Нур-Отан Поднимая важные и острые вопросы социально-экономического развития В период пандемии, чрезвычайной ситуации Наряду с нашими волонтерами, жасатановцами, нур-Отановцами Бок о бок трудились, освещали Были мостом между властью и народом То, что творится, то, что делается, то, что планируется в области, в скрае джитсу Мы узнаем через вас, через наших корреспондентов Через наших сотрудников средств массовой информации Огромное спасибо всем С профессиональным праздником вас! Сегодня областной филиал партии Нур-Отан поздравляет нас, мы очень рады Также благодарны Мне кажется, для молодежи это большая мотивация Работать дальше И думаем в дальнейшем, мы также будем тесно работать вместе Краткий обзор событий в мире продолжит выпуск На своем дачном участке в Истинке, недалеко от Петербурга Семья Вахрушевых возвела точную копию одного из семи чудес света Пирамиды Хеопса Она ровно в 19 раз меньше оригинала и построена из бетонных блоков, а не из базальта Но пропорции соблюдены скрупулезно А все четыре уровня, в том числе портал и лабиринт, точно выверены и воспроизведены Строение получилось внушительное Пирамида возвышается над землей на 9 метров и уходит в глубину ровно настолько же Строительство началось год назад До этого Вахрушево много раз ездили в Египет Они планируют на базе этой постройки изучить влияние египетских культурных объектов на состояние человека Подземные камеры, считает Виктория, идеальны для медитации А деревянный саркофаг, заполненный кварцевым песком, используется для здоровительных процедур В Италии береговая охрана спасла кита Животное запуталось в эрбатских сетях, недалеко от итальянского острова Липари Они были установлены незаконно Попавшего в ловушку кашелота заметили биологи Они работают неподалеку в Центре спасения черепах Ученые сообщили об инциденте береговой охраны И те отправили на место происшествия дайверов При помощи ножей и кусачек ныряльщикам удалось освободить кита Сам морской пленник вел себя спокойно, позволяя спасателям делать свою работу В Китае не прекращаются сильные ливни Под водой оказался юго-запад Поднебесный В частности, сложная ситуация в Чунцине Напомним, ранее от наводнений пострадал центр и восток Китая Уровень осадков местами достигал 300 мм А глубина воды доходила до 1 метра Дороги встали, местных жителей пришлось эвакуировать А власти вынуждены были объявить в некоторых районах повышенный уровень опасности Обзор зарубежных новостей подготовил Алексей Цой по материалам интернет-ресурсов Это была вся информация к этому часу Спасибо за внимание, до свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин